Добрый день, дорогие друзья! Дорогие наши телезрители, до основного женского праздника осталось совсем недолго, поэтому сегодняшняя наша программа будет посвящена подаркам для наших любимых женщин. Своих любимых жен, мам и дочерей вы можете порадовать такими подарками, как наушники, беспроводные колонки, фитнес-браслеты. Мы очень любим слушать музыку, особенно в дороге. Очень часто наушники выходят из строя, заменить их нету никакого труда. У нас очень большой ассортимент, цены абсолютно разные, например, вот эти вот стоят 99 рублей. Данная модель очень популярна среди девушек, так как она имеет разные цвета, желтый, зеленый, красный, либо как, например, вот этот вот розовый. Часто спрашивают беспроводные наушники. В нашем магазине их большой ассортимент. Есть, например, вот такие классические, либо цветные. Есть беспроводные наушники для людей, занимающихся спортом. К тому же у нас есть полноценные накладные наушники для тех, кто любит слушать качественный звук. Бывает, что наушников не хватает и хочется послушать музыку в большой компании на природе. Для этого подойдут беспроводные колонки. Вы видите, у нас их достаточно много, особенно популярная данная модель. Данная модель компактная, влагостойкая и имеет достаточно хорошее звучание. И стоит всего лишь 890 рублей. Очень часто мы слушаем музыку с телефона и он разряжается, поэтому очень удобно иметь при себе портативное зарядное устройство. У нас их большой выбор. Например, данная модель очень подходит девушкам, так как она компактная и может поместиться даже в небольшой дамской сумочке. К тому же у этой модели очень демократичная цена. Стоит она всего 299 рублей. Сейчас мы все чаще стали заниматься спортом, пробежки, фитнес-центры, бассейны. В этом случае незаменимым становится фитнес-браслет. Данный гаджет может подсчитать ваши калории, шаги, а также измерить пульс. И еще он благостойкий. Цены на такие девайсы самые разные. Мы с вами знаем, во время праздников бытовая техника испытывает большие нагрузки. В таком случае может что-либо сломаться. Не обязательно вызывать сразу же механика. Некоторые поломки вы можете исправить самостоятельно. Чаще всего в стиральной машине из строя выходит тен, насос или подшипники. Если у вас машина перестала греть, это соответственно тен. Если перестала сливать воду, то это насос, либо стучит бак, это подшипники с сальником. При частом использовании микроволновки из строя может выйти магнетрон, слюдяная пластина, также разбиться тарелка. У нас большой ассортимент данных запчастей, можете приобрести. Пожалуй, чаще всего поломки происходят с нашим холодильником. В нем ломаются ручки, панели, полки. Заменить их нет никакого труда. У нас большой ассортимент, видите сами. Теперь вы знаете, что подарить своим любимым женщинам, а также как подчинить свою бытовую технику. В следующей нашей программе мы обязательно для вас подберем новую актуальную тему. До новых встреч! Все сам плюс! Все для здоровья бытовой техники! Ящики, полки для холодильников, ремни и тены для стиральных машин, тарелки и магнетроны для СВЧ-печей, зарядные устройства и шнуры для сотовых телефонов от 100 рублей. Гарина 8, молодогвардейцев 48А, Победы и молодогвардейцев и еще 5 магазинов в городе. Наберите все сам в интернете! В преддверии долгожданных мартовских деньков каждая модница мечтает сменить объемный пуховик, шубу или дубленку на облегченный вариант весенней курточки или элегантного пальто. В трендах грядущей весны в женской коллекции можно выделить оригинальные тренчи. Существенным их отличием от предыдущих трендов стала их длина. Это классика жанра, которая выглядит сдержанно и элегантно. Новинки весны будут иметь свои акценты. К примеру, спущенные плечи в сочетании с заниженной проймой, крупные накладные карманы и яркий цвет в сочетании с принтом в виде клетки. Дополнение в виде пояса веревки и принта – гусиная лапка. Любимая молодежная верхняя одежда весны 2020 года – это, конечно же, джинсовые курточки. Которые присутствуют не только в женской коллекции, в тренде варенка, винтажный стиль, оверсайз, удлиненные фасоны и комбинированные модели. Поэтому выбрать модную куртку из денима сможет любой покупатель, независимо от статуса и образа жизни. Если рассматривать цветовую гамму подростковой одежды, то она не имеет ограничений по цвету и стилистике орнаментов. Ведь в весенний период возможно все. И хотя частенько молодые люди тянутся к темным оттенкам, дизайнеры предлагают вещи для подростков в светлых и насыщенных оттенках, оригинальных флористических принтах и рекомендуют выбирать одежду с надписями, рисунками, модным декором. Весна зовет. Встречайте ее стильно вместе с Ахара. Магазин верхней одежды Ахара представляет супермодную весеннюю коллекцию 2020. Куртки, ветровки, плащи. Многообразие моделей для всей семьи. Приемлемые цены. Здесь есть даже рассрочка от сервиса Ревотехнологии. Идем в Ахара по адресам. Проспект Победы 163 напротив Теплотеха. Проспект Ленина 71 у Алого поля. ТРК Космос второй этаж. А также магазин Snow Image в ТРК Алмаз. Ахара. Переодевайся в весну. Здравствуйте, мои дорогие садоводы и огородники. Ну, продолжаем на моем собственном участке работать. Видите, я вам уже рассказала про зелень, я вам рассказала про однолетние цветы. А сейчас, что, Темочка, будем говорить? Про кого? Про кабачки. Кабачки любят все. Но некоторые такие кабачки выращивают, что потом выбрасывают их. Или в компостную яму. Или, например, для скотины, если там корова или козы есть, они любят кабачки. Вот. Дорогие огородники, выращивайте кабачки нежные, самопыляемые, портенокорпические, в плодах которых нет семян. Это такие нежные, это такие вкусные, это такие ароматные. Из этих кабачков, ну, просто оладушки, салат, потушить. Просто они плывут сами, не надо их жевать, потому что они такие нежные. Я сейчас срежу кабачок, давай, вот, какой кабачок срезать, как ты думаешь? Вот этот, да? Давай срежем. Ой, вот так вот, вот срезали. Вот видите, какие кабачочки. Они такие хорошенькие, белые, такие, ну, салатного цвета, да, красивый кабачок. Ты любишь кабачки? Да. Он очень любит кабачки, особенно мама ему готовит оладушки. Он просто с удовольствием со сметанкой кушает. Дорогие огородники, ведь это действительно кабачки, это диетическая пища. Поэтому сколько можно съесть кабачков, можно за день съесть 2 килограмма кабачков, и вы будете худенькие, у вас не вырастет живот, у вас жир не отложится, потому что кабачки, они просто, вот, знаете, убивают все жировые клетки, как и огурцы. Нужно обязательно вырастить рассаду, рассаду, ну, три кустика, потому что каждый кустик маленьких кабачочков, вот прямо вот, сейчас я срежу, вот прямо спрячусь в этот кустик, вот такие кабачочки. Посмотрите, они маленькие, вот если их так вот резать, вот так вот, да, в салате, как огурцы, они такие вкусные. Сейчас я попробую. Ой, вот такой вот кабачочек, ну, просто во рту тает. И поэтому, если вы высадите рассады и получать вот такие нежные завязи получать, а кабачок может давать, давать и давать. Почему? Потому что ему опыление не надо, пчелы нам не нужны, и он дает, и дает, и дает бесконечно. Может один куст дать кабачков, ну, где-то 30 килограмм точно. И вот три растения, вам около 100 килограммов кабачочков, вот таких нежненьких, вкусных и очень-очень полезных. Поэтому кабачки, уход, ну, такой вот, знаете, несложный, если так прямо сказать. Правда, у кабачков корневая система небольшая, она не распространяется по краям. И когда вы будете высаживать или даже сеять семенами кабачки на грядку уже в мае, то обязательно в лунку добавьте гидрогель зебы, где-то третью часть ложки чайной в луночку. И землей перемешали, пролили, посеяли или высадили рассаду. И кабачки не будут нуждаться в постоянном поливе. А так кабачки нужно поливать очень часто, так же, как и огурцы. Вот огурцы пролили, не забывайте сразу кабачки поливать. А вот, знаете, для хранения есть такие кабачки цукини. Цукини зеленые, полосатые. Их очень хорошо, они очень хорошо хранятся. Но помните, чтобы кабачок сохранить, обязательно срезайте кабачок как можно позднее осенью, осенью, чтобы только кабачки не попали под заморозки. Если вдруг понижение температуры, вы можете куст накрыть укрытым двойным материалом. Сохранить, у вас прямо вот растут. Маленькие кабачки не сохранятся, надо большие кабачки, цукини зеленые. И обязательно вот эта плодоножка, вот она, видите, вот она, плодоножка. Если этой плодоножки вот так вот вы срежете, даже вот так вот сейчас покажу, все, кабачки хранить уже невозможно. Они в этом месте загниют. Надо обязательно плодоножку как можно больше оставлять. Она будет сохнуть, и кабачок будет храниться. Хранят кабачки, ну, если есть у вас температура 10 градусов, 12, они будут храниться где-то 2 месяца. А если температура у вас будет где-то 5 градусов, то они могут сохраниться даже до весны. Некоторые говорят, да ну, они такие грубые, такая корка грубая у цукини, когда они долго хранятся. Ну, возьмите ведро воды, налейте холодной воды, ведро 10 литров, и опустите на ночь цукини. И утром уже вы будете готовить. Достаете цукини, и вот эта шкурочка, оболочка, она будет мягкая и будет очень легко резать. И тогда не надо топором рубить. Вот. Это вот про кабачки и цукини. Теперь мне очень хочется вам похвастаться. Патиссончики. Вы знаете, патиссончики бывают белые, патиссончики бывают желтенькие, маленькие. Их маринуют. Вот такие, вот такие, когда маленькие, прямо срезают, и если огурцы, маринуют помидоры, и туда же для красоты 2-3 патиссончика добавляют. И желтенькие, и беленькие. И такая баночка красивая получается. Так вот, я сорву самый такой большой патиссончик. Вот. Вот он. Видите, какой вырос. Ну, красавец какой. Вообще, когда суп варишь с патиссонами, то кажется, суп с белыми грибами. Такая вкуснота. Вот я вот этот патиссон мне, например, на 2 порции, напополам разрезаю, кубиками шинкою, и вместо мяса, вместо грибов, в кипящую воду, ну, там, картошечки, морковочки, зелени. Вы знаете, а потом такой бульон, можно и кабачков добавить. Такой бульон необыкновенный, вкуснятина. И вы знаете, если еще в суп добавить, посыпать петрушечки, укропчика, и сметанки, конечно, это вкуснятина. Такой диетический суп. Особенно он полезен, кто хочет похудеть. И вот, но я еще вам потом, у меня будет передача следующая. Как заморозить патиссончиков, узнаете в следующей передаче. А уход за патиссончиками такой же, как за кабачками. Обязательно при посадке или при посеве у лунку добавьте зебы. Одну треть чайной ложечки. И поливайте часто, потому что у кабачков и у патиссончиков очень слабо развита корневая система. Потому что вы сами догадались, что они вырываются очень легко. И поэтому, вот видите, у меня цветы, я вам уже рассказывала, цветы бархатцев очень много на участке. Поэтому посмотрите, какие у меня чистые листочки. У меня нет мучнистой росы, которые болеют у нас, листьев кабачков. У меня нет тли. Посмотрите, листочек вот такой вот. Смотрите, какой он зелененький, какой он чистенький. Ничего, никаких вредителей абсолютно нет. Это здорово. А то приходишь к некоторым в огород, смотришь, а листья какие-то уже серобурые, мучнистые. Или черные даже листья, значит, это тля, это тля. Поэтому постарайтесь, чтобы все у вас было вот так же чисто и хорошо. И еще, вот они, листья, очень разрастаются. Так вот, можно так. Солнышка им надо много тоже. Так вот, вот тут, видите, нету солнышка, не проникнет. Поэтому листья, вот так вот, можно из середины срезать несколько листочков. Ну, не больше двух-трех. Вот так. Вот срезали вот это и убрали. И смотрите, уже простор. И солнце проходит внутрь куста. И завязи все быстро и быстро и больше наливаются. И еще вам такой совет. Пожалуйста, если сильное похолодание, вот сейчас еще август, но в конце августа, в самом, и в начале сентября начнутся похолодания. То есть снижается температура ночью. Ну, у всех есть укрывной материал. Пожалуйста, возьмите этот укрывной материал и набрасывайте. Его можно набросить, белый укрывной материал, нетканный. Просто даже и днем, и ночью. Днем под этим укрывным материалом очень хорошо будут кабачки еще давать, и давать, давать урожай. Вот. Поэтому на следующий год обязательно идите в магазин, приобретайте кабачки самоопыляемые, там написано, самоопыляемые, портенокорпические. Смотрите, читайте правильно. Это вот именно вот такие, какие я вам показывала. И обязательно цукини полосатые, это для хранения. И тогда у вас будет. И не забывайте, если у вас лишние кабачки, да и не лишние, кабачки большой урожай дают, приготовить икру кабачковую. Ты кушал икру кабачковую? Да. Вкусная? Вот видите, он все кушал, он все знает. Вот так вот надо приучать детей, чтобы они сразу и помогали, поливали, кормили. Все вместе работайте. Итак, дорогие огородники, кабачки выращиваем, патиссоны выращиваем. И, конечно, выращиваем цукини. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вы все это вырастите. И, как говорится, покушайте кабачков, оладушков, икры вдоволь и зимой. До свидания, до скорой встречи. Ну, как всегда, счастья вам, здоровья и урожая. Обязанность женщины быть красивой – это ее главное предназначение, потому что женщина, она носитель красоты, она носитель привлекательности. Но эта привлекательность должна быть как адаптивной. Весеннее обновление. Так мы решили назвать этот разговор с астрологом и психологом Ириной Ордой. Как принять перемены, как остаться понятными для окружающих и как выйти на новый эмоциональный уровень. Но мы должны вспомнить не только об внешнем обновлении, но также о внутреннем. Для женской психики всегда нужны впечатления и новизна. Потребность женской психики в эмоциональном и материальном обновлении. То есть хочется платья, прическу, макияж. Но также мы, женщины, хотим что? Путешествовать, потому что это новые впечатления. Мы хотим новую одежду не для того, чтобы новая одежда, а для того, чтобы эмоционально себя чувствовать по-другому. Прическа. Мы не то, что хотим прическу, но мы хотим как-то выглядеть для себя и для других. Это тоже эмоциональное обновление. С одной стороны, это классно, но не все к этому готовы, потому что есть страх перемен или страх обновления. Если мы хотим что-то изменить во внешнем и внутреннем плане. Первое, нужно себе задать вопрос. Как меня будут воспринимать окружающие? Нужно понять, какой образ я хочу, что я хочу нести, какой посыл обществу. Потому что за каждым образом лежит какой-то определенный посыл. Как меня люди видят? Что такое гармония? Понять нужно, что это мы делаем для себя и для окружающих, чтобы это было гармонично. Потому что когда мы меняемся для себя, то есть меняемся для себя, чтобы чувствовать себя обновленной, новой, в другом качестве. И, конечно, нас воспринимают люди по-другому. У женщины есть четыре состояния. Это девочка, девушка, женщина и старуха. Это как луна. И поэтому, если это девочка, то это девочка. Не надо торопиться быть уже взрослой женщиной. Если это девушка, то это девушка. Часто бывает вот так. Женщина на себя долгое время не обращает внимания. И как только мужчина охладел к ней, к примеру, как только такие холодные отношения в семье, женщина начинает понимать, что это не то. И у нее такие хочется обновления постройнеть, хочется поменять, похудеть. Помните, что нужно постепенно, потихонечку. И всегда важно внутреннее состояние. Первое, помните, что сначала нужно порядок внутринависти, нужно успокоиться. Это тоже такой психологический посыл. А заметьте меня, обратите внимание. Внешние проявления – это всегда состояние внутреннего. Многим из нас знакома ситуация, когда хочется радикально изменить внешность в сложный жизненный период. После расставания, утраты или увольнения. В этом случае специалисты советуют набраться терпения и не предпринимать серьезных решений, поскольку за ними может последовать разочарование. Если мы говорим о том, что-то радикальное, то здесь иногда бывает так, что у женщины были длинные волосы, раз и подстриглась. Она подстриглась, через два дня пожалела. Поэтому здесь нужно успокоить свой ум и еще раз задать себе вопрос, надо мне этого или не надо. Но здесь также нужно помнить, что стричься, к примеру, лучше на растущую луну. И лучше, когда луна стоит во льве. Если вы будете стричься, если у вас луна во льве, то волосы будут послушнее, они будут быстрее расти, и будет стрижка и форма лучше лежать. Женщины – это вообще луна. И поэтому женщине, по идее, нужно всегда наблюдать за луной, за своим состоянием внутренним. У меня даже такая есть практика, называется «Тайна моей луны». То есть, что необходимо для этого сделать. Я так думаю, что будет шикарное обновление. Берете, покупаете красивую-прекрасивую тетрадку, начинаете писать. Первый день. Что я чувствую? Что я думаю? Какое у меня внутреннее состояние? И писать, какой-то лунный день, и луна в каком знаке зодиака находится. И если вы целый месяц будете отслеживать свое внутреннее состояние, то вы очень много о себе узнаете. И потом по этой тетрадке даже можно просто определить, какие у вас периоды, насколько они у вас переменчивы. Еще один способ легкого и позитивного преображения связан с применением так называемых метафорических карт, помогающих понять свой внутренний мир и сформулировать свои истинные желания. Если мы рождились в женском теле, значит, от нас природа что-то ждет. Поэтому что такое? Это внутренняя и внешняя красота. И поэтому женщине нужно пожизненно за собой ухаживать. Понимаете? Пожизненно. Если мы говорим опять про метафорические карты, у меня вот, например, есть колода, называется «Магия женственности». Что мы можем сделать? Также, к примеру, из колоды выбрать две женщины, которые вам очень нравятся, и две выбрать, которые вам очень не нравятся. Потому что часто бывает то, что мы не принимаем в себе, мы видим это в окружающих людях, да, и как-то их цепляем своими взглядами или каким-то осуждением. Но мы должны просто понимать, что мы это просто не принимаем в себе. Самое главное, чтобы было гармонично. В каком плане? Чтобы вам было и красиво снаружи, и внутри. Чтобы вы в этом новом образе себя чувствовали комфортно. Потому что женщине важно быть уютной, комфортной внутри. Студия психолога Ирины Орда представляет авторские метафорические карты для психологов и родителей. Приобрести и обучение подробнее на сайте iorda.ru или по телефону 22-33-410. Клещи. Все о них знают или по крайней мере догадываются, какую угрозу они несут. В весенне-летний период значительно повышаются риски пострадать от укуса опасного насекомого. Но, как говорят в народе, предупрежден, значит вооружен. Чем больше мы будем знать о мерах предосторожности и о порядке действий при столкновении с опасным кровопицей, тем больше шансов сохранить здоровье и даже жизнь. Если все-таки человек укусил клещ, то самое лучшее – удалить его в травмпункте, чтобы удалил специалист-профессионал. Но если нет такой возможности, допустим, вы находитесь где-то за городом, ну или просто нет возможности обратиться в медицинское учреждение, клеща на себе носить не надо, надо его максимально быстро, когда вы обнаружили, извлечь. Потому что клещ в себе несет, может нести как вирус клещевого энцефалита, так и баррелии. И чем дольше он сидит на человеке, тем больше вот этих частиц, инфицирующих, попадает в кровь человека. Поэтому клеща надо максимально быстро удалить. Если вы обнаружили на себе уже впившегося клеща, отрезаем вверх шприца максимально ровно. Прикладываем шприц к месту, где присосалось насекомое. Тянем поршень вверх. Под давлением клещ легко вылезет целиком, вместе с веществами, которые впрыснул. Обязательно отвезите насекомое в лабораторию на анализ. Достать клеща можно также при помощи ручки лассо, пинцета, обычной нитки. Если головка клеща осталась под кожей, вытащите ее при помощи иголки. Для окончательного спокойствия через 10 дней после укуса сдайте анализ крови на баррелиоз и энцефалит. Еще через 2-3 недели сдайте анализы на антитела к вирусам для подтверждения диагноза и оценки иммунитета вашего организма. Клеща необходимо исследовать в первые трое суток после укуса желательно доставить в лабораторию и исследовать на наличие в этом клеще либо вируса клещевого энцефалита, либо различных видов баррелей. Так как у нас клещ переносчиком является не только клещевого энцефалита и баррелиоза, который больше, наверное, известен как лаймбаррелиоз, но также он является переносчиком анаплазмоза, эрлихиоза и клещевой возвратной лихорадки. Клеща необходимо исследовать для того, чтобы понять, какая профилактика нужна. Если клещ окажется поражен, допустим, вирусом клещевого энцефалита и человек непривитой, то необходимо поставить в первые четверо суток человеческий противоклещевой иммуноглобулин для того, чтобы не развелось в дальнейшем вот такое тяжелое заболевание, как клещевой энцефалит. Если клещ поражен баррелями любого вида, тогда необходимо применять антибиотики. Ну, это доксициклин, юнидокс. Ну, в общем, с этим результатом надо будет обязательно обратиться к врачу-инфекционисту. Они уже там в зависимости от возраста назначат правильную вот эту вот профилактическую терапию. Баррелиоз заболевания, оно, наверное, не такое опасное, как клещевой энцефалит, но оно тоже достаточно коварное, потому что оно маскируется, оно протекает не с такой вот ярко выраженной клиникой. Очень хорошо, когда возникает эритема, на месте укуса клеща возникает большое такое покраснение. И это эритема, это кольцо, может достигать 5 сантиметров в диаметре, 10 сантиметров, 20, чуть ли там до 40 сантиметров. Вот это вот большая вот такая вот эритема. Это как бы главный признак клещевого брелиоза. Но достаточно часто это заболевание протекает без эритемы. Вот человек просто чувствует недомогание, першение в горле, кашель, насморк. И иной раз даже не связывает что-то заболевание, именно связанное с укусом клеща. Поэтому, если вас, милый Бог, укусил клещ, то в течение месяца надо очень пристально следить за своим здоровьем. И при первых же каких-то симптомах, при недомогании надо обращаться к врачу и обязательно сказать, что у вас был вот укус клеща. Урал наряду с Дальним Востоком, Сибирью и некоторыми областями центра России входит в число самых опасных регионов. Так, в прошлом году за медицинской помощью обратились более 400 тысяч укушенных по всей России. Из них 2 тысячи оказались больны энцефалитом. На сегодняшний день официально обратились по Челябинской области более полутора тысяч человек именно с укусом клеща. Из них более 500 человек, вот из этих полутора тысяч, это были дети. В прошлом году за аналогичный период обратилось более 2 тысяч человек. То есть в прошлом году весна была более теплая, поэтому клещи были более активны. Все-таки они предпочитают теплую погоду, но не жаркую. И поэтому укусы были чаще. Но несмотря на это, в прошлом году за этот период было у нас 8 человек госпитализировано с подозрением на клещевую инфекцию. В текущем году у нас 9 человек госпитализированы, но также с подозрением, то есть пока окончательного диагноза нет. За прошлый год из всех исследованных клещей получается, что 4% из всех клещей поражены вирусом клещевого энцефалита, то есть около 4%. А баррелиями поражены 17% от всех клещей. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok